Здравствуйте! Давайте продолжим изучение плоского движения твёрдого тела, абсолютно твёрдого тела, и разберём такую вот шикарную задачу, которая очень хорошо иллюстрирует понятие мгновенного центра скоростей. И эта задача была, как вы видите, вот её формулировка, это задача 1, вот вы видите её на экране, она была в Московской городской олимпиаде по физике в 2014 году, в 10 классе, в первом туре. Значит, давайте её внимательно прочитаем и попробуем понять, чего от нас хотят составители этой задачи. Значит, по горизонтальной плоскости скользит квадратная пластинка АБЦД. Квадрат скользит АБЦД. В некоторый момент времени вершина А пластинки движется со скоростью ВА равной 5 метров в секунду, а соседняя вершина В со скоростью ВВ равной 1 метр в секунду. Направление скоростей, видите, неизвестно, только модули. 5 у А, 1 у Б. При этом скорость точки О, центр пластинки, но очевидно, точка пересечения диагоналей, направлена перпендикулярно прямой БД, являющейся диагональю квадрата. Вот, смотрите, значит, точка, лежащая на диагонали, направлена перпендикулярно диагонали, это важно. Ну и дальше найдите проекцию скорости ВО на направлении АС, на другую диагональ, на АС. Значит, еще раз, УВА скорость 5, УВБ скорость 1, и центр квадрата движется так, что у него скорость перпендикулярна диагонали БД. Надо найти проекцию на направлении АС. Переключимся, давайте теперь на решение. Я тут вот понаписал и нарисовал тут даже кое-что. Вот маленький рисунок, к сожалению. Мы попробуем сейчас его увеличить, чтобы было как-то лучше видно. Смотрите, значит, вот этот квадрат. Опять же, много чего не рисую, для того, чтобы не загромождать рисунок. Значит, еще раз. У точки А скорость 5, у точки В скорость 1, а у точки О скорость направлена перпендикулярно диагонали БД. Ну, и я вот позволил себе тут нарисовать возможные варианты для скорости точки О. Она направлена, очевидно, по диагонали АС. И когда нас просят там найти проекции скорости центра на направление АС, то мы можем сразу говорить, что это будет, собственно, сама скорость и будет проекции. Там вопрос, куда она направлена, это, очевидно, там зависит, там плюс-минус, да. Ну вот, давайте теперь немного обсудим. Значит, мы говорили про мгновенный центр скоростей. Что такое мгновенный центр скоростей? Это такая точка внутри тела твердого или жестко связанная с этим телом, относительно которой движение тела в данный момент является чистым вращением. То есть скорость этой точки 0 и относительно этой точки тело движется так, как будто бы оно вращается вокруг неподвижной оси, проходящей через эту точку. Смотрите, значит, если точка О у нас вращается вокруг мгновенного центра, и скорость у нее перпендикулярна диагонали БД, отсюда сразу следует, что мгновенный центр лежит на диагонали БД. Значит, где он может лежать? Вернее, я бы сказал не так, а точнее сказать, значит, мгновенный центр лежит на линии, проходящей через диагональ БД, напрямой, проходящей через диагональ БД. Значит, тут есть несколько вариантов на самом деле. Я вот нарисовал два варианта. Смотрите, мгновенный центр может попадать в точку С1 и в точку С2. Чем они друг от друга отличаются? Точка С1 лежит как бы внутри квадрата, а точка С2 уже лежит за пределами квадрата. Оба случая возможны на самом деле. Мы их оба рассмотрим. Кроме того, отдельно бы стоило бы рассмотреть, что получается, если... Сейчас... Ну да, давайте сначала эти два случая разберем, потом обсудим оставшиеся. Вот. Значит, смотрите теперь дальше. Почему мгновенный центр не может лежать за точкой О вот в этой области? Смотрите, тут такое простое рассуждение. У точки А скорость 5, у точки Б скорость 1. Значит, расстояние от мгновенного центра до точки Б должно быть меньше, чем расстояние от мгновенного центра до точки А. А вот... Ну, просто потому что относительно мгновенного центра скорости точек это омега помножить на расстояние от мгновенного центра до исследуемой точки, да? И чем дальше вы от мгновенного центра, тем больше там должна быть скорость. Но если мы выберем мгновенный центр в этой области, то получится, что расстояние до B будет, очевидно, больше, чем до A. И если мгновенный центр лежит где-то тут, то у B должна быть больше скорость, чем у A, а это не соответствует условию. Значит, теперь следующее соображение. Смотрите, ну давайте рассматривать вот этот случай, когда, допустим, мгновенный центр на BO попал. То есть вот случай, когда мгновенный центр лежит в точке C1. Смотрите, вот тут некие тут расчеты такие. Сейчас придется уменьшать, а то не будет попадать. Вот, ну, уменьшим, ладно. Вот, допустим, в C1, да. Так как я знаю, что у B скорость 1, а у A скорость 5, я могу сразу сказать, что расстояние C1B в 5 раз меньше, чем расстояние C1A. Я это вот здесь вот как бы пытался, вот, наверное, вот так, да, я сделаю. И вот посмотрите внимательно. Я этот факт попытался объяснить, ну, описать количественно так вот, что X тут обозначил C1B, а C1A обозначил 5X. И вот сейчас, собственно, буду пытаться находить, то есть идея у меня какая. Я нахожу, где мгновенный центр находится, нахожу омегу, и дальше определяю просто скорость точки O. Ну, как омега помножить на C1O. Вот, ну, вот, давайте посмотрим, как я это буду делать. Смотрите, для треугольника ABC1, треугольник ABC1, я записываю для него теорему синусов. Вот она. Значит, вот этот угол BAC1, я обозначаю альфа, ему противолежит сторона треугольника с длиной X, ну, и поэтому вот синус альфа на X, а 5X, вот это вот, противолежит углу P на 4. P на 4 это угол между диагональю и боковой стороной AB. В. Отсюда мы получаем для синуса альфа такое вот выражение, что синус альфа это 1,5 помножить на 1, делен на корень из 2. Здесь используем тот факт, что синус угла P на 4 это 1 поделить на корень из 2. Ну, вот, видите, получился угол, это очень хорошо, это очень просто вдохновляет на дальнейшее. Ну, вот, можно подсчитать косинус, и косинус, кстати, выходит не таким уж противным, он получается 7 поделить на 5 корней из 2. Как это находилось? Просто использовали основное тригонометрическое тождество, что синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа должно быть равно 1. Ну, и дальше я применяю моднейшие мои любимые формулы для синуса суммы и разности двух углов. Вот этот угол C1AO, давайте посмотрим увеличено, C1AO, я его обозначаю бета. Я, наверное, с помощью него дальше буду находить длину C1AO. Ну, так вот, C1AO я обозначил бета, и этот угол, очевидно, равен P на 4 минус альфа. Вот, и дальше, смотрите, формулу для разности, синуса разности углов P на 4 и альфа я применяю. Вот, видите, она записана, тут эта формула, вот она записана, вот, вот она записана и применяется тут мною, очень интересно. Вот, и получается такое вот сложное тут выражение, которое, значит, следите за руками, дальше преобразуется в очень хорошую вещь, 3 пятых тут получается. Они специально, видимо, составители так долго сидели и подбирали цифры, чтобы получилось очень хорошее вот для синус-бета выражение. 3 пятых это сразу вдохновляет, потому что сразу думаешь, что ты на правильном пути, хотя иногда это бывает ошибочно. Ну, ладно, значит, продолжим дальше, значит, наше рассуждение. Смотрите, теперь я вот длину C1O буду через X выражать. Оно выражается, очевидно, из прямоугольного треугольника C1AO. Мы знаем, что гипотенуза в этом треугольнике равна 5X и знаем синус угла бета. Я, собственно, его для этого и находил, чтобы дальше C1O выразить. Ну, вот это 5X на синус бета, видите, получается, что это 3X. И дальше то, что называется бинго, да, мы просто пишем, что скорость точки О это омега. Я сейчас объясню, почему вот эта хреновина омега помножить на 3X. Смотрите, почему вот VA поделить на 5X это омега. Мы же, C1 это мгновенный центр, правильно? Значит, скорость точки А это омега помножить на 5X. Откуда следует, что омега равна скорость точки А поделить на 5X. Ну, вот составлять такое равенство мы дальше получаем, что скорость точки О у меня равна 3 метра в секунду. И, кстати сказать, дальше смотрите, какое рассуждение. Она может быть направлена как к точке А, так и от точки А вдоль диагонали АС. Поэтому проекция у нее на диагонали АС может быть как положительная. Ну, я здесь это не написал, но, в общем, это и так очевидно. То есть, в ответ надо написать плюс 3 и минус 3. Подчеркивая то, что вы в курсе и понимаете, что относительно точки С1 может вращаться как по часовой стрелке, так и против часовой. Потому что ведь они на направлении вам не задали никакие. Вот. Ну, давайте теперь посмотрим чуть более сложный в вычислительном плане случай, когда мгновенный центр лежит на диагонали BD за точкой B. То есть, не принадлежит иному квадрату, а как бы жестко связан с ним. Опять же говорю, жестко связан как будто такими незаметными, но жесткими-жесткими стержнями. Ну, а рассуждения аналогичны. Из того, что у B скорость 1, а у A скорость 5, следует, что вот эта длина C2B, она должна быть в 5 раз меньше, чем C2A. Если здесь я написал C1, смотрите, пожалуйста, вот я тут увеличил. Если тут я написал X1, да, то вот здесь мне следует написать 5X1. Ну, и дальше, в общем, опять тут теорема синусов применяется, только уже треугольник берется другой. Значит, треугольник, сейчас я скажу, какой треугольник берется. Значит, ну, тут вот угол альфа, он вот уже не обозначен, он будет другим. То есть, здесь угол альфа, в данном случае, это будет угол C2AB. Он просто не обозначен, потому что, ну, рассмотрение полностью идентично. Значит, получается, кстати сказать, те же самые цифры. То есть, на самом деле, тут можно даже вот в процессе этого решения доказать, что вот то, что вот этот вот угол, вот этот, видите, да, альфа для второго случая, он такой же, как альфа для первого случая. Ну, правильно я говорю? Да, вроде правильно я говорю. Ну, вот, а дальше тут небольшое изменение. Оно связано вот с чем, что вот угол бета, а это в нашем втором случае, это будет не вот этот вот угол, не C1AO. Во втором этом случае угол бета, это будет C2AO. Понимаете, он на этом чертеже не обозначен, но я говорю, мне бы тут 25 чертежей пришлось бы нарисовать, для того, чтобы вот, если тут все это многочисленные эти случаи обозначать. Ну, представьте себе, что угол бета во втором случае, это C2AO. И тогда получится у вас, что он равен π на 4, то есть вот этот угол, да, плюс вот то, что для второго случая альфа, да. Ну, то есть тут надо формулу не синуса, суммы углов использовать, не синуса разности, как в первом вот случае, вот тут мы писали синус разности, тут будет синус суммы. Ну, и получится тоже хорошее выражение, 4 пятых. Дальше решение, в общем, аналогично, оно полностью аналогично в первом случае, оно приводит вот к тому, что получается 4 метра в секунду скорость точки О. Опять же, она может быть направлена как к вершине А, так и от вершины А, поэтому в ответ надо будет записать плюс-минус 4. Они там говорят, найди проекцию. Вот, и когда вы пишете плюс-минус 4, как я уже говорил, вы даете понять, что вы сообразили, что вращаться может как в одну сторону, так и в другую. Ну, и вот, собственно, ответ плюс-минус 3, плюс-минус 4. Я хотел разобрать еще одну задачу, но, видимо, разберу ее в следующем видео, потому что и так я уже сейчас 17 минут тут вещаю. А на этом пока, до свидания, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите замечания, пожелания, и можете даже поругать как-то чуть-чуть. До свидания.